Продолжение следует... Но и для женщин, наверное, даже важнее, чем для мужчин, но и для тех журналистов, для средств массовой информации, которые лепят свои утки, распространяя, ну как же, горячие факты. Так вот, мы говорим не о какой-то самцовости, грубости каких-то маньяках в этих роликах, мы говорим о нормальных мужчинах. О тех мужчинах, которые любят, которые хотят взаимности, которые хотят хорошего, достойного секса с одной, любимой своей партнершей. Вы думаете, таких нету? Таких очень много. И более того, часто молодые люди, на которых всегда вот эти мазмратики показывают пальцем и говорят, у него гормон играет, он готов везде и каждую. Да нет. Вот я к этим молодым людям обращаюсь. Я вам помогу. Я знаю ваши проблемы. Я знаю ваши проблемы, когда вы влюблены в эту женщину или в эту девочку, в эту девушку. То, как говорится, желание есть, страсть обуревает вас, гормон играет. А до дел-то не доходит. Ваш дружочек вас подводит. И мы об этом будем говорить. Я буду говорить о том, как часто женщины приводят в состояние вот этой стрессовой импотенции мужчину. Я буду говорить о том, когда неоправданные надежды мужчин не сбываются. И они, разочаровавшись, как говорится, забивают на это, да? И отсюда сексуальная скука не только от женщин. А про женщин у меня есть свой плейлист. И давайте-ка не путать весь творог в один пирог. В этой тарелке, в этом плейлисте я говорю только про мужскую сексуальность, про женскую сексуальность. Это в другой плейлист. И тот, кто хочет весь творог в один пирог, идите. Так вот. Простите за мою вот такую резкость. Потому что часто люди говорят. И у меня тоже самое. Так вот, о тех мальчиках, которые выстраивают надежду на свой, свой собственный сексуальный такой потенциал. Они насмотрелись на порнушек, там такого показывают, что в жизни не бывает. И важна не столько даже вот эта техника, технология. Если Камасутру выполнять, то, как говорится, руки-ноги вывихнешь или даже сломаешь. Важна вот эта эмпатия, вот это сочувствие. Когда не проникает в ваши сексуальные отношения, вот эта сексуальная чума, эмоциональная чума, которая разъедает эти отношения. Вот этот плейлист, это мы посвящем. Еще раз повторяю. Он посвящен мужчинам, их проблемам, мифам, которые владеют мужским разумом, мужской внутренней виртуальностью, которые навязывают женщины, которые в криминальной хронике описывают. А для этого нужно знать свою собственную мужскую сексуальность, где ваши подводные камни, на какие рифмы вы можете наскочить. И почитайте еще мою книгу есть о мужской сексуальности книга. И запомните, Фрейд все время писал о сексуальности, но свою собственную сексуальность он не мог решить. Да, он занимался иногда таким спонтанным, пренебрежительным сексом с женщиной. Он женщин не любил и не наслаждался сексом. И до 50 лет забил на это дело. Поэтому мы будем говорить не о Фрейдовской теории, а о психологии мужской сексуальности, опираясь на мой жизненный опыт и на мои знания, которые не применены какими-то мистическими домыслами или какими-то криминальными надуманными фактами. Криминал есть, но он в той криминальной хронике, но не у нас. У нас про любовь, потому что говорят, я занимаюсь любовью. И, конечно, про сексуальные отношения, достойные сексуальные отношения. Подписывайтесь на мой канал. Вот этот плейлист берите себе в закладки и поговорим о мужской сексуальности. Отнимем все мифы, которые мешают и женщинам, и мужчинам. Продолжение следует...